В данном случае все регионы в России переводятся на так называемые мобилизационные рельсы экономики. И вот базовый уровень готовности для региона означает, что у него будет создан оперштаб во главе с губернатором, куда войдут представители Министерства обороны, силовых ведомств, правительства, депутатского корпуса, который займется непосредственно помощью Министерства обороны в проведении специальной военной операции. И, соответственно, все будет подключено и посвящено именно помощи каждого региона во время СВО. И в данном случае именно на губернаторах, как руководителя оперштабов, будет лежать задача обеспечения всех происходящих процессов, связанных со СВО, в том числе и с частичной мобилизацией. Потому что то, как кинулись скупать, собирать, отправлять зачастую ненужные вещи, тоже никуда не годится. И в данном случае это попытка действительно структурировать любую помощь армии. На присоединенных территориях так или иначе уже и так действовал, по сути же, военный режим. То есть там нельзя сказать, что это было мирное время. Можно ли сказать, что сейчас это официальное заявление, это просто такая попытка оформить все это в рамках нашего законодательства? Да, в том числе это и оформление в рамках нашего законодательства, и признание того, что теперь вся Россия будет помогать, участвовать и делать. То есть действительно для жителей Донбасса и Луганска, которые 8 лет уже находятся в зоне боевых действий, для них изменится не так много, но тем не менее изменится скорее в лучшую сторону. Ведь раньше они были предоставлены сами себе, а теперь все-таки будет оказываться непосредственно и гуманитарная, и финансовая помощь всевозможная. Понятно, что Алтайский край может и должен заниматься продовольствием и продовольствием и обеспечением. И при этом у нас достаточно много незагруженных производств, которые спокойно могут обеспечивать Министерство обороны, и новопредсоединенные территории, и все остальные территории различными. Вот легкое производство мы спокойненько здесь можем, форма, обувь. Наверное, вот этот вопрос волнует сейчас очень многих. Насколько вероятно введение военного положения уже прямо во всех регионах? Очень вряд ли. Очень вряд ли даже режим повышенной готовности, если это, конечно, не дай бог, не будет связано с какими-то там террористическими актами. И вот в связи с СВО введением там в Сибири или Дальнего Востока, ну это уж из Сирии совсем практически невероятное событие. Вот на Ваш взгляд, теперь режим повышенной готовности в одних регионах, режим военного положения в других регионах будет снят только тогда, когда мы достигнем определенных целей, которые ставит перед собой наше правительство, или когда, ну как-то устаканится ситуация на фронте? Скорее, когда все-таки достигнем цели. Все, вообще, все развитие вот хода СВО, да, показывает, что те цели, которые были заявлены в самом начале, являются неизменными, и добиваться мы это будем всеми силами.